Лео, наверное. Кто-то постучал, нет? Не знаю. А, нет. Нет, нет, нет. Знакомые мне люди. Наташа только здесь новенькая. Знакомые мне люди. Ну, хорошо. А какой порядок? Да без разницы. Ну, хорошо. Окей. Порядок. Да. Давайте, как мы обычно. Давайте, как обычно. Это хорошая, потом Светлана, Иван. Ну, сначала пускай Натан. А, Натан все-таки? Да, давай. Главное, может, и главное. Ну, хорошо. Ну, хорошо. У нас Пороша Тецабле. Правильно? Мы начинаем. Везе. Везе адавар ашерта аселаэм. Лекадеш, отам, лекадеш ли. И вот это та вещь. То дело. Ашерта аселаэм. Которое сделай им. Которое будешь делать им. Это будущее. Правильно? Лекадешо там. Для того, чтобы посвящать их. Или освящать их. Мне. Лекаген ли. Лекаген ли. Это тоже. Это тут, в общем, комментарий. Грубо говоря, служит. Грубо говоря, служит мне. Да, служит мне. Да. Я слушал очень интересный такой комментарий, который человек был, скорее всего, не религиозный. Тем не менее, по совершенно обычному радио вполне говорят интересный комментарий. Вот он на эту тему очень интересно говорил. Что, как бы, такая странность. С одной стороны, Киуна переходит, как бы, по наследству. Правильно? То есть, такая семейственность немножко. Она вообще не принята в современном обществе. А с другой стороны, он подчеркивал, что тут, как бы, Каэн. Он Каэн, когда он служит. Поэтому и на современном, вы видите, тоже, кстати, Лекаген. Это именно служит. Но вот здесь еще одно слово подскажите по-русски. Когда человек исполняет свою обязанность. Например, там, председатель Думы, Кнессета, либо и парламента. Это называется Лекаген. То есть, Каэн, он Каэн, когда у него одежда. Когда он снимает, когда он снимает. Все, он уже не служит. Но посвящение. Ну да, поэтому, понимаешь, это вот по-русски тоже это зависит от того, по какому комментарии идут. Либо это посвящение, либо это служит. Призвание, призвание, посвящение. Нет, функционирование, нет. По доброй воле или иметь в виду... Можете на Толдот посмотреть перевод. Можете на Толдот посмотреть. Я думал, Лекаген нет. В смысле служить мне. Но только интересно, что... Да, служить есть Лешарет, правильно. Здесь все-таки не Лешарет, а Лекаген. То есть, служить мне в святости. Именно конкретно на конкретной должности. На конкретной должности, да. Коэн имеется в виду. Да. Окей. Ну хорошо. Кто следующий? Нет, подожди. Еще не закончилось еще у нас. Почему я? А почему? А почему? Вот тут двоеточие идет, этот вот кусочек еще здесь. Он еще не закончился. Нет, это двоеточие. Это двоеточие. Я думал, что это конец этого. Нет. А, да. Окей, окей, окей. Да. Посмотрим кому. Пар – это бык. Есть пара. Это корова. По-русски не я скажу, корова в женском роде, правильно? Коров такого не бывает. Бывает бык. А на юрике бывает коров. Его называют пар. Так вот, возьми одного такого, одно такого коров. Быка. А вот Бен Бакар я не очень понимаю, что это означает. Бен Бакар дословно – это… Однолетнего бычка у меня в переводе написано молодого. А-а-а, да-да-да. Молодого имеется. Да-да-да. Так вот здесь пар, выкиньте все, что я сказал до этого. Пар имеется в виду самец, я думаю. Мужчина бычок. Мужчина бычок. Бычок, мужчина, да. Ну да, только не бык, потому что не может быть быка, а с другой стороны Бен Бакар. Бакар – это стадо, правильно? Говядина. Что? Говядина, да. То есть возьми говядину. Возьми… 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 Одна… Как это? Одногодовалого. Одногодовалого говядина, правильно. Ну, тут у меня в переводе, что это нечто мужского рода. Ну, написано Бен Бакар. Ну, бычок, Бакар, бык, выброси чего? Возьми, да. Жена, которая ходит в гастроном, она говорит, что это говядина. Правильно, да. Смотрите в том доте, как они переводят. Крупный рогатый скот, знаете. Крупный рогатый скот. Окей, беседа. Вээйлим шнаймфмемим. Эйлим – это… Баран. Бараны, да. Хотя и альпы вообще в современном иврите – это что-то типа оленя. Ну, как бы не оленя, а это… Нет, имеется два барана. Барана, ну, хорошо. Окей. Бес порога, без всяких там застатков. Да. Ну, да. Тмимим – это понятно. Да, тмимим – там это в смысле… В современном иврите – там это наивняк. Но это интересно, что корни выходит, конечно, в смысле беспорочно. Да. Ну, хорошо. Окей. Ну, хорошо. Кто следующий? Ну, давайте. Ну, я тогда. Ну, давай. Так. Велыхим мацот. Выхалот мацот былулот башемин. Да. Уреки кейх мацот. Машухим башемин. Солод хитим. Да. Да, все там. Тут все, что с хлебом. Ну, в общем, рецепт будет здороваться. С хлебом. Да, я… Велыхим мацот – это, ну, пресный хлеб, как маца. Ну, да. Ну, интересно, что… Да, холод мацот тоже как-то интересует. Мацот – это не хлеб. Возьми мне… Возьми мне… Велыхилот башемин. То есть это тоже хлеб, только смешанный с маслом еще башемин. То есть что-то там… Там какое-то тесто бралось его с маслом смешанным. С оливковым. Волыхилот, по-моему, это как-то накапывается шемин. Ну, понятно, что это шемин. Ну, шемин – масло оливковое. И вот это вот… Тут написано «лепешек пресных смешанных с елеем». Рекекейм от сот. С елеем – это хорошо. С елеем – это вроде не наша епархия, но хорошо же. Ну, хорошо, масло. Как будто елей. Как будто елей. Елей – это масло. Это греческое слово. Это вот башемин тоже написано. Блулот башемин. Ладно, переводчик тут перевод вполне… Смотрите на толдоте, они кошерные. Там я не думаю… Мне не христианский перевод, буду упасеть. Он просто переводит. Ну, хорошо, ладно. Масло оливковое. Ну, чтобы понятно было, что это что-то священное. Так, вот написано «с тонкой муки» солод. Солод – это вот это… Нет, подожди, а вот Рекекейм от сот. Это вот какая-то пресная лепешка тоже на масле. Но там какая-то разная была немножко технология. Одни там что-то смешивали тесто с маслом, как-то запекали. Другие еще как-то что-то с ним то ли жарились, а другие запекали. Да, но вот это вот корень… Я сейчас не помню. Да, но вот это корень раки… Я бы сказал на слух, что это какие-то толченые, толченые мацоны. Возможно, я не так кажется. Я читала даже комментарии, но это было давно. Окей, мышь, ухимба шемен – это обмазанный шемен. Да, обмазанный маслом, хорошо. Да. И с тонкой муки именно солод. Да, солод – это я смогу. В гастрономии тоже солод – тонкая мука. Тонкого помолота. Помолота, правильно. Сделай их, хорошо. Да, замечательно. Ну, давай, Свет, ныряйте. В периоде современном пишут, что ракик – это бисквит, печенье. Печенье, да, ракик – это печенье. Да, я тоже сейчас посмотрела словарет. В жизни не слышал, чтобы люди просили эти самые кирожки и говорили ракиким. Вот у меня написано печенье, да, в словаре написано печенье. Кукис у нас, говорят, вообще-то на иврите – печенье. Так тогда все понимают. Угод, нет, угод, угод, угод. Ну, я знаю, мука или пирожочек. Ну, угод здесь нет, да, окей. Сухое печенье. Я прочитаю, говорю. Да. Сухое печенье, значит. В смысле, не дрожжевое, в смысле. Тут же все как на самом деле. Ну, пресно, наверное, так, для диабетиков. Окей. Псадор Гамур. Ну, хорошо, идем дальше. А балулот – это что балулот еще? Скажите балулот. Думаешь, это обмазанные… Сейчас типа обмазанные. Что-то обмазанные. Надо посмотреть комментарии. Вот пришел Гамурин, сейчас он все расставит по углам. Размешанный, да. Балулот, балулот, размешанный. Балалет что-то смешивать, перемешивать. Да, да, да. Сухое вещество перемешанное в жидкости, да. Здравствуйте, здравствуйте, господа. Прошу вас. Мы не за опознание. Дело было очень важное, да. Ну, как у вас там, как у вас там, мама, как чувак? Ну, дай бог, будет лучше. В общем, я взял некое устройство, которое, обещали, поможет. Рад всех приветствовать. Наталья давно вас не видела. Так, вы уже, насколько я понимаю, про… Да, мы тут взяли, вообще, меня нацепили шапку раввина, вообще говоря. Я пытался как-то играть, не знаю. Киллона, киллона. Да. Окей. Так. Угу. Так, где вы сейчас, если не секрет? Мы два, мы прочитали только два, два первых, два первых точек, четыре. Так, угу. Сейчас, я еще секунду. Так, тогда я спешу позвонить третьего. Да. Продолжаю, да. В, на, та, от, та. Второй, балуль размешанный, да, мы просто вот… Мы прочитали два. Балуль, да, по поводу слова балуль хотел вам сказать. Два однокоренные слова – это бавель, да, и лебальбель, что такое бавель, ибо рассказано в конце истории про смешание языков, да, называется это вместо бавель, ибо балаль смешал, размешал Всевышний, там все языки. Теперь мы берем, что такое бавель, мы берем двухуквенный корень бетламет, да, в первом случае мы удваиваем первую букву, получается бавель, в втором случае вторую букву, получается балаль, а если мы удвоим сам корень, получается балбель, лебальбель – это сводить с ума путать, лейбальбель – это путать ся, да. Вот так, теперь слово… А мы, извините, мы, по-моему, не до конца все-таки второе перевели, да? Нет, прочитали, да, все, там, да, в конце прочитали, нормально. А как бы перевели слово «аркик»? Ну, мне написано, мы тут посмотрели, это печенье какое-то сухое, словарь говорит. Да, это может быть, ну, проще это назвать лепешкой, то есть это «аркикеймацовка». Написано в переводе, что это, что это лепешка, а в словарь говорит, что это печенье. Понятно, я слышал и оладьи, и блины, в общем, все что угодно. Масленицы, получается, так. Мешухим лимшок – это помазанный башемен. Так, солэт – мы с вами выяснили, что в туре это означает мука тонкого помола. Хитим – пшеничная, это асеу там взял их. Так, дальше я читаю гимнел. Венатата отам аль саль эхад, ве гикравта отам басаль, басаль, пардон, ве эт гапар, ве эт шней га э лим. Так, и дашь их буквально аль саль, то есть поверх корзины, эхад, одной и той же корзины, да. Ве гикравта что такое? Лаприв принести в жертву, так. Так, отам басаль вместе с корзиной, то есть в корзине. Кто такой пар? Это вык. Пара – это корова, как мы знаем, а пар-пар удвоением корней что мы получаем? Бабочку. Бабочка, крылышками бяк, 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 пар-пар-пар-пар. Так. Угу. Так. Так. Ве эт шней га э лим – это два барана. Застучали в ворота. Так. Угу. Угу. Четвертый у нас там должна быть Светлана по очереди. Да, да, Лид, пожалуйста, вы распределяете. Да, Светлана, прошу вас. Ве эт ахарон, ве эт банаф, так риф, эль петах, ох, ох, моэт, верахацетам, баним. Верахацетам. Бамай. Переведите, пожалуйста. Ну, ве эт ахарон, и ахарона, ве эт банаф и сыновей его, так риф, в данном случае приблизь, да, ле криф, это может быть еще и принести в жертву, но здесь не это имеется в виду. Эль петах, что такое петах? От слова петах, открытие врата. Открытие, открытие. Да, верно, да. К вратам, ох, эль, моэт, как мы его решили переводить? Обычно его называют шатером собрания. Хотя, в общем-то, моэт, это что такое? Время или праздник, или праздник, или какой-то срок. Это, да, 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 это некий срок, да. Ве рахацта. Рахац, это что? Помыть. И помоешь их в воде. А в чем же еще их помыть? А почему, извините, почему иногда он называет шатер откровения? А смысл в чем? Ну, смысл в чем? Что это имеется в виду, Оль, моэт? Вот это самое местошки, которое... Да, которое описано. Мешкан, мешкан. Мешкан, да. Мешкан, то есть, по сути, как бы там диалог с Всевышним, да, в этом смысле. Да. Может, там много чего хорошего происходит, да. Ну, да. Моэт, это может быть еще и от слова «ваад», а может быть еще значение, я не знаю, дойдем ли мы до конца. В общем, то, что Всевышний говорит, «и я буду там являться», это от того же корня. Поэтому, наверное, откровение, да. «Ваад» — это что? «Ваад» — это вообще совет. Совет, да. Ну, совет — это, знаете, как переводится обычно «муаца», а «ваад» — это скорее комитет. Бывает, «ваад» — это «долком». «Хей» — чья очередь? Тимофей у нас, по-моему, должен быть. Или Владимир. Ага, Тимофей. Тимофей, Тимофей. Тимофей, Тимофей. «Хей» — да. «Белокапта» — это «хабгадзим», «бе-ил башта» — это «а-рон», «эта кутонет», «зээт ми-ил», «эфот», «зээт афот», «бе-это хошен», «бе-афадыта», «бе-эшэф», «бе-эшэф», «а-эфот». Здесь много терминов, которые я не знаю переводить. Обратите внимание, что вот слово «эт», которое образует падеж родительный или винительный, здесь используется в двух смыслах. Возьмешь «арона» и что? «Ме-ил», ну, наверное, это переводится как «плащ», оденешь его «эфот», но мне не переводится никак, это, ну, так сказать, специфический род одежды. Да, 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 значит, и возьмешь одежды и оденешь «арона», во что его оденешь? В «кутонет», дальше в «мешэфот», да, дальше «эфот» — это сам «эфот», что такое «хошен», на «грудник», то что-то делаю. А вот «фанта», да, тот же корень, что «эфот», понятное дело, да? Так, а вот слово «фот», что такое «фот» еще, скажите, что такое «фот»? У вас были картинки, на прошлом году читали. Да, 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 это нечто вроде, насколько... Типа «фанта», который только наоборот, он сзади, 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 повязывался с переделемчиками, так переделем, и вот «фанта» относится именно к «эфоту», да? Дальше «бахешев», хоть это тот же корень, что в слове «хошев», «махшев», здесь имеется всего лишь пояс, и опаяшешь его буквально поясом этого «эфота», или прикроешь его вот этим «эфотом». Ну, очевидно, так. Так, прелестно. Вав, чья учительница? Владимир, Владимир. Владимир, так. Ква? Бахакел. А «фота», так, вы, скажите еще раз, «кутонат» — это пояс, да, «кутонат»? Нет, «кутонат» — это одежда, это, значит, типа, если есть у вас… Типа рубашки, ну, за это уходит время, мы потом покажем. Рубашка такая штучка. «Весамта», «весамта», «амыценафа». Нет, нет, я сейчас занят, если ты хочешь зайти, позвони маме, Наташа. Нет, нет, разделаем. Пока. Плохо. Позвони, поговори. Так, прошу прощения, «Весамта» «Амицнефет» «Аль-Рошо» «Венатата» «Эт-Незер-Акодэш» «Аль-Амицнефе» «Амицнефе» «Амицнафе» «Амицнафе». Ударная форма, да. Сам-то знаете, да? Сам-то положи. И буквально ты положил. Тебе «Митцнефет» «Эт-Незер-Амицнефе» «Амицнефе». «Амицнефе» В современном иврите это некая шляпа, хотя я не слышал использования этого слова, но здесь это что-то типа тюрбана, так? «Аль-Рошо» 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 На голову. На голову его, да. Венна Тата. И Даш. Да. Теперь слово Незер мы можем перевести как венец. У нас раньше он назывался, помните, как? Каким термином? Циц. Да. Как? Незер. Значит, Незер Гакодеш, святой, священный венец, это то, что в предыдущей главе называлось словом циц. Что это табличка налобная, да? Да. Да. Такая металлическая пластинка с надписью, ее прикрепляли ленточками к ловерам. Закрепляли поверх, как мы видим, Аль-Амитснефель. Вот этого самого Тюрбана. То есть, да, вот этот шнурок шел поверх Тюрбана. А почему не написали циц просто, а почему написали Незер Гакодеш? Вот это к автору вопрос, пожалуйста. Хотя, наверное, есть и комментаторы, да? Надо посмотреть комментарии. Да, наверняка, да. Вопрос интересный? Опять на Тюрбан. Да, да. Зайн, чья очередь? А, Людмила у нас теперь. А, Иван у нас еще, мы Ивана пропустили. Ага, Ивана пропустили, да. Ивана пропустили. Так, значит, Зайн, да. Зайн. Так, Иван. Волоковикса. Волоковикса. Это шима. Амашиха. Вайцегата. Алирушо. Машихата. Ото. Все, да. Переводим. И возьми масло. Да. Мишха. Это буквально помазание. Отсюда же слова Машиях. Помазание, да. Слова Яцак, да, корень, означает выливать. Например, не наливка, а как это называется? Литое изделие. Называется Яцикат. Изделие, исполненное, выполненное методом литья расплавленного металла в форму. Так. И выльешь на голову его, умашахта, и помажешь его. Вот здесь может возникнуть вопрос технический. Если масло выливалось на голову, то почему написано помажешь? Это буквально значит размажешь. Раши объясняет, что масло выливалось в некотором количестве, а потом, значит, пальцем наносился определенный знак. Пальцем, окунутым вот в это масло, которое уже на голове. Есть. Так. Кэт. Людмила. Людмила. Пропустили, пропустили. Предыдущий. Так. Вет. Так. Вет банаф такрив в хилбаштам кутонет. 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 Да, верно. И сыновей его приблизь, да? Приблизь, да. Так. Да, ваш. И одень их вот в эти хитоны. Это как вот хлопок, да, катон? Тоже этот корень? Катон – это хлопок, да, совершенно верно. Катон, да? Не знаю, надо смотреть, тот ли корень, не уверен. Да, ну, Анна у нас известный пессимист, она любит. Да, я просто, по-моему, слышала от каких-то вот… Может быть, может, надо посмотреть. Да, вполне, вполне. Так. Так, ну все. Наталья, наверное. А, Наталья у нас. Наталья Каней. Тоже будет читать Наталью у нас? Да, спасибо. Прошу вас. То есть у них была. То есть у них была. И оказалось так, что у них было ему, Махака. Да. Ммакбаоот. И у них была. Ну как они сocy 2008, Совершенно верно. Спасибо, Наталья. Замечательно прочитали. Теперь попробуем перевести. Ве хагарта корень хагар – это пояс. И опаяшиш. Пожалуйста, то, что можете переводить и вы. И опаяшиш их. Да, чем? Авнет. Авнет, помните вы, это тканый пояс. Тканым поясом Аарона и сыновей его. Совершенно верно. Ве хавашта. Хаваш – это повязка, это повязывать, это надеть что-то. И наденешь на них, давайте так переведем, мигбаот. Это почти то же самое, что митснефет, то есть некий тюрбан. Но он был устроен несколько иначе, потому что коэнгадоль, у него поверх тюрбана шла ленточка, которая держала налогную пластину. У простых коэнгадоль, у сыновей Аарона, он поверх тюрбана ничего не было, поэтому имел как бы более заостренную форму. Маленькое пояснение. Ве гайта лагем кегуна. И будет у них что? Не знаю, кто знает. Служение, служба. Ле хукат олам. Вечным законом. Милейта. И наполнишь. Яд Аарон, яд Банав. Что это? И наполнишь руки Аарона, руку, руку Аарона и руку сыновей его. Сыновей его, совершенно верно. А почему именно руку? Там, по-моему, речь идет именно об уполномочении на служение, а не что-то руку. Да, ну, это переносный смысл. Ну, ладно, скажу. Это такой отряд, да, посвящение как учит? Ну да, речь идет здесь об посвящении коэнов на служение. Да? То есть, инаугурация как бы, да? Да. Так помазание, это же, то есть, руку помазать? Нет, помазание, собственно, это то, что мы прочитали в предыдущей фразе. Ну, что шамин на мешках, то есть масло помазания, оливковое масло, выливалось на голову Аарона и дальше наносился этим шамином, этим маслом определенный формы знак на лбу Аарона. Руку чем-то наполнит еще, да, получается? Ну, я склонен воспринимать это как образное выражение, то есть наполнишь руку, то есть дашь им вот это вот священно действие, священнослужение. Кегуна. Спасибо. Да, так, Наталья, замечательно. Кто дальше? Сначала. Сначала вы теперь должны у нас, или на том, кто из вас будет. Так, а Андрей у нас… Скажите, наполнишь руку, это значит образы наполнишь? Это, да, да, вот у Раши написано, да, надели полномочия. Да, получается так. Переносность масла. Да, да. Так, ну что, если сначала, то тогда попросим Натана, а потом я. Да, Юд. Сейчас, секундочку, а где какой пасук? Юд. Юд. Вейкрафт – это пар, лифней, ойльмуэт, высамаха ааруну ванав, этедеэм, альроша пару. И принесешь ты в жертву пара, быка по-видимому. И ойльмуэт, напротив ойльмуэда, по-видимому, да? Да, 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 перед шатром собране будем. Высамаха ааруну ванав, этедеэм. И возложат ааруны и дети его руки на голову быка. Совершенно верно. Самах – это буквально опереться. Отсюда смехут, а также самхут, сомех и нисмах. То есть то, что опирается и то, на что опирается. Да. Не перепутайте с другим корнем. Симха – это радость. Там другой сэс и другой х. Самхут – это это вот. А скажи, пожалуйста, такую штуку. Наполнишь полномочиями, да? Наполнишь полномочиями. Тамхут, да. Ну, в данном случае напрямую. То есть обопрешь руки. А скажи, пожалуйста, вот в самом первом пасуке было, да? Было написано, лаках пар, пар и хат бен бакар. То есть пар – это всегда мужская корова. Либо это имеется в виду, ну, типа, мусорный самец. А что значит пар бен бакар? Бакар – это скот, нет? Бакар – это крупно-рогатый скот. Ну, когда… А что здесь добавляет бен бакар? Ну, понятно, что бык он как бы крупно-рогатый, а не мелко-рогатый. Я не знаю, можно посмотреть. Наверняка наши комментаторы обратили на это внимание, но я, честно говоря, не посмотрел. Жена кричала, что бен бакар – это говядина, исходя из гастрономического опыта. Ну, не знаю. А, ну, понятно. Будем считать, что и ближе. Будем считать, что тебе повезло с женой. Если она воспринимает. Окей. Ну, хорошо. Савалу. Так. Так, юд, алев, тогда я беру. Вэ шахатета эд апар лифней гашем петах огэль моэд. И зарежешь быка перед Всевышним во вратах шатра собрания. Вот. Всего-навсего. Юд, бет, Анна, да? Да. Скажите слово «сахахта» еще раз. Сахтата. Шахтат – это зарежешь. Шахет – это специалист по кошерному убедению скота и птицы. Шахет – шахат. Это слово используется и просто, чтобы в значении зарезать, зарезать кого-то. Нет с полюбины. Так? Так, да. В лакахта мидам апар ванатата аль карнот амизбээх бэээц бэээха вээд коль адам тишпох эль ессот амизбэээх. Так, и возьми из крови этого самого бычка и положи, получается, помажь ей рога жертвенника своим пальцем, а всю кровь вылей к основанию жертвенника. Да, шафах – это вылить, да. Теперь рога жертвенника. Я надеюсь, вы не интересует. Такие выступы там были с трех сторон, такие выступы. Да, совершенно верно. Спасибо на ютгимел. Ютгимел. Светлана, да? Светлана, да, Светлана. Ютгимел. Ютгимел, ага. Ютгимел. На самом деле вы знаете куда больше слов, чем вы себе представляете, но я всегда готов помочь. По крайней мере, начните, Светлана. И возьми. Обратите внимание, что хелев и халав одного корня, но значения имеют разные. Халав – это млеко, молоко, а хелев – это жировые отложения, внутренний жир. И возьмешь внутренний жир, теперь а-мехасе. Помните слово? Мехасе покрывает. То, что покрывает, тот жир, который покрывает. Помните выражение б-керев-ам или б-керби? В моей среде, в среде народа. Значит, керев – это внутренность, то есть внутренний жир, который покрывает сверху внутренностью. Теперь в-э-э-э-йотерет. От слова, конечно, йотер, прибавка, надбавка, да? А-э-й-хав-э-т на печени, но здесь объяснение, что это грудобрюшная преграда. Есть диафрагма, получается. Ну, не надо. Ну, ладно, вам анна расскажет. Хорошо. Лучше Бен Бакар шел по весеннему лесу, тогда это как бы будет в тени. Да, это романтично. Говядина шла по лесу весеннему, да. Ну, ладно, ладно, ладно. Значит, две почки. Вэ-э-э-хэ-лэф-э-э-э-лэ-э-э-э-э-э-э-э-э-э, это вы мне переведете, Светлана. Ну, Светлана, она ушла в себя, в свои записи. Ну, Светлана, только что разбирали. Вы уже успели это записать, да? Светлана – это внутренний жир. Совершенно верно. А шер – алейрен. Что это? На них. На них, да, то есть на почках. Да, вэгіктарта – это воскурение, лэгэ, агтэ воскурэць, хамизбэ ха. То есть к жертвеннику, на жертвеннике. Естественно, внешним. Да? Есть. Спасибо. Юд, далят? По-моему, я. Тимофей. Да, Тимофей, прошу. Юд, далят. Переводим. И мясо бычка, и кожу его, и его поймет. Именно сожжёшь. Да, сожжёшь в огне. Снаружи стана. Да, вне стана. Хаттад. Грехочистительная жертва – это. Совершенно верно. Хаттад переводится как грехочистительная именно жертва. Понятное дело, слово хэт – корень. Да, значит, слово, которое я выделил, да, есть разные значения у этого корня, но здесь это то, что выделяется организмом, да. А у бычка, в отличие от коровы, ничего хорошего, ничего важного, нужного, насколько я понимаю, не выделяется. Так, понятно, спасибо. Сейчас вам очередь. Владимир. Давайте, давайте, пожалуйста. Можно, пройти только аектерат, ещё раз скажите, аектерат. Хэктер – это воскурение. А, воскурение. А, точно, кэтер. Кэтер, кэтер. Кэтер. Кстати, отсюда трубка, отсюда, наверное, трубка, да? Трубка. Да, конечно. Миктерат. Да. Я не знаю, используется ли такое слово мактер – это приспособление, в котором внутри горит свечка, а сверху наливается ароматное масло, которое даёт запах. Мактер, я думаю. Так? Да. Вет, аэль, аэхат, тиках. 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 Весамху, весамху аарон, вэбанав, эдэйхэм альрош. Да. Ну, конечно, да. мог это поддерживать ли смог это перца а там лет бог здесь самых и буквально на голову да руки их на голову да верно так на голову барана конечно арона с бараном не путайте ну всякого так то что можно равенам понятно простым людям то не дозволено быку кажется иванова пропустили да сейчас иван должен быть заешь брана возьми его кровь да за ракта за рак буквально брось да наш на жертвенник со всех сторон доставив вокруг да да именно так так спасибо теперь мы с радостью нет подождите выспутали да вы от ай ль тэна тэх и тах хав вы раха цта кирбо ух хэраав вэ на тэта аль тэна хав вэ аль тэна хав тэна хав да вот здесь три раза встречается куалет на тах мэ на тэх это хирург в современном значении а операция операцию 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 нет имеется ввиду операция именно хирургическая так да значит итак мы получаем и барашка что сделаешь прооперируешь рассеки наверное да разбери на части да ль тэхав на вот эти вот да составные части это тот же корень да на тах да да тэна тэях это будущее время не та хим не та хав это то что получается в этой статье вераха цта и помой да кирбо внутренности его да хэраав да так голени голени насколько я понимаю да голени его и вот опять рассеки на части его и положишь вот эти вот части на на и положишь на вот эти рассеченные части и на голову да эти части на голову что-то так на я так понимаю был определенный порядок как складывались части вот этого рассеченного барана на жертве их чтобы они нормально сгорели например на на тат это да даш а может быть на на тахав это разрезанные части Да, есть. Так, Ют, Хет. Наталья. Да, прелестна. И вас куришь всего барашка на жертвеннике, жертвеннику. Так, что такое «олла» от слова «поле подниматься»? Мы переводим это как «жертва всесожжения». То есть жертва, туша которой целиком сжигалась. То есть полностью. Все части, да, в отличие от других жертв, от которых части доставались и коину, который приносил жертву, и хозяину тому, кто приносил эту жертву. Так, по всякому углу. Вот это «олла». Дальше. Вот это, это не что иное, как «олла». Так. «Олаху» – «лахшем» для Бога. «Рэяхнихох», Наталья, помните вы, да? Нет. А «Рэях» – это запах. «Рэяхнихох» – приятное благоухание. А вот слово «ише», хоть и пишется «иша» – женщина, да, имеет корень несколько другой какой? Огонь. «Эш». То есть жертвы, сжигаемые на огне. Да, «ише» – «лахошем» – вот это жертвы, сжигаемые на огне. Да, Наталья, спасибо. Так и есть. Ютед. Теперь сначала опять. Здравствуйте, Елена. Андрей? А, Елена Андрей нас там не читает, а Елена не знает. Елена, вы читаете? Если вы хотите поучаствовать, мы вам можем предоставить микрофон. Так, а Андрей у нас читал? Нет, Андрей нас не читает. Не читает. А, хорошо. Так. Ну, тогда сначала. Вы с Натаном, кто-то из вас. Ютед. Попросим Натана, да? Ютед. Да. Да, я понял. Возьмешь второго быка и возложит Аарон и сыновья его в свои руки на голову быка. И быка – барана. Барана, барана. Айл – барана. Да, я запутался в трех. В животных. Конечно. Ну, главное, да. Какие-то вы читаете, а? Винни, а кто ты по гороскопу? Я не знаю. Пятачок, а ты кто? Я? Нет, наоборот. Пятачок. Кто ты по гороскопу? Не знаю, Винни. А ты кто? Я рыба. Ну, тогда я мясо. Извините. На ту же тему тоже есть, говорят. Муж и жена. Если ты длий, то тогда я смартут. И наоборот. Ага, понятно. Понятно. Так. Винни, но это был свят. И зарежешь барашка, и возьмешь из крови, и дашь, теперь слово тенух, это мочка уха. На мочку озен, это уха, отсюда слово мознай, тоже пишется с алифом, который не произносится. Мознай, это лисы, и эти чаши, они, значит, ну, наверное, кто-то представляет себе чекурашку. Чаши лесов называется, как бы, уши, так, дальше, значит, на мочку уха Аарона, и на мочку уха сыновей его, теперь Айемонит, правое ухо имеется в виду, мочку правого уха. Дальше, боген, это большой палец, боген, я дам, большой палец, рук их, правых, и боген, раглан, и правый, и большой палец, ног их, опять же, правых. Так, ве, заракта, и бросишь, то есть вылежь, кровь на жертвенник, совив вокруг. Так, Владимир пытается показать какую-то картинку, достаточно интересно. Не, милости против, как вы желаете. Это у меня случайно, не могу убрать этого Сталина. Айемонит, скажите, пожалуйста. А слово Ямин, правый, да. А какой смысл, что бросить, что на ушку вот этого барана, труп, я не очень понял, да, баран? Нет, нет, кровь помазать на определенные части тел коинов. А кто должен помазать, я не понял. Ну, это должен сделать муж, кстати, заметили вы или нет, это единственная параша, вот начиная со шмот, в которой не встречается имя Муше. То есть, начинается она с того, что бог обращается к Муше, но не называет его по имени, говорит, ты, да. Да, да, и дальше все, вот эти приказания относятся к Муше, что он должен сделать, а дальше в ближайших главах мы будем читать, как он это и сделал. Все один к одному, за одним исключением, на которое вы можете обратить внимание. Так, то есть, Муше в данном случае исполнял роль Когена, хотя он был левит. Так, вот с Богеном мы разобрались, с Тнухом мы разобрались. Каф, Алев, очевидно, Анна, да? Да. Так? Так. Так. Каф, Алев, очевидно, Анна, да? Замечка. И можно выучить местоименные суффиксы. Да. И возьми из крови, которая на жертвеннике, и мишемен. И вот эта кровь какая-то там помазала, помазала, да, помазала, да, помазала, да, помазала, буквально акропи, акропи Аарона и одежда его и сыновей, и одежда сыновей с ним, и будут, и освящены будут одежды его и одежды сыновей с ним. Да, одежда его и сыновья его и одежды сыновей его. Акропи, да, глагол Леазид? Да, да, да. Посмотрите в файле словарь. Гиза. Гиза. Так. Спасибо, спасибо, Анна, замечательно. Так у нас успевает Светлана почитать. Попихуете. Да, Светлана? Да. Короче, можно спросить, а где вы файл вот этот публикуете? Группа у нас есть. А, Анатон, Анатон, может быть, ссылку на группу дать 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 дать. Эй, Владимир в группе. Да? Да. Да. Да, в чем-то это проблема. Анатон, как зовут ваше животное? Что животное, я не понял. Как вы живете? Боже, вон сидит животное. А, ну я не выключил видео, но пускай участвует. Послушай, она вообще так внимательно смотрит на все эти самые тексты, которые... Я так рад, да. Супер. Какая прелесть. Да. Какая прелесть. Я не знаю. Конечно, да. Какая прелесть. Животное, живление. Не будет ревновать наше вычитаемое. О зарезании животных, да? Арон, скажи, подожди мне еще раз эту ссылку, ну, мне потом на WhatsApp, если можешь. А то я что-то не могу. Владимир, вы в этой группе. Вы член этой группы. Лельмот. В WhatsApp. Я понимаю, но вы член этой группы. Вы не можете быть двойным членом. Вы член этой группы. А, так я в Фейсбуке никогда на эту ссылку не попадал почему-то в Фейсбуке. Если можно, я просто... Владимир, давайте мы в личной беседе можем объясниться. Мы занимаем время. Что значит в Фейсбуке, я не понял. Ну, где эта группа? Это в Фейсбуке. Это группа в Телеграме. Вы ее член. А, в Телеграме. Из первых... А, Лебенштейн. Из первых... Тоже из первых уст, да? Лебенштейн из первых рук, правильно? Наверное, да. То есть не из вторых, а из первых. Он у нас первоисточный. Да, да, да. Я это публикую, да. Вы видите два файла. Я стараюсь это делать в течение дня. Иногда я успеваю прямо перед самим занятием поставить. В любом случае, их занятия, они уже есть. Я по ним ориентируюсь. Так, что сейчас? Сейчас Светлана должна читать. Светлана. Кавбет, кавбет. Да? Кавбет. Теперь у Светланы есть великолепная отмазка. Эти термины действительно такие вот редкие. Я не требую из упоминания с первого раза. И возьми от этого бычка. От этого бычка, да. Возьми. Хелев. А почему баран и бычком? Ой, баран, баран. Конечно. Баран. Что ж такое? Да. Перепутали вы. Запутали вы нас. Так. Что надо взять? Хелев. Внутренний жир. Правильно. Вот это слово Алия. Не спутать с Алия, который через Айн. Это, по-моему, называется Курдюк. Это вот жировые отложения над хвостом, в задней части. Алья. Да. Дальше. Вэ-эта хелев. Какой хелев? Амехасэта керев. То есть жир покрывающий что? Внутренности. 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 Теперь вэ тэрэхакавэль. Мы договорились, что это диафрагма. Да. Грудобрюшная преграда. Да. Вээт штэйхаклайот. Две. Чего? Почки. и тот жир который это не шок хотя это слово вы видите тоже есть а это ляшка да я а я мин правая ляшка а шокаем это не его ляшка и даже не шок который он получил а что это это какао и замечательная песня посмотрите нет я так понимаю что голень это то что ниже колена ляшка то что выше шок это разве не голень шукаем это воли я понимаю что голень это то что ниже колена а какой теме был там для голени какой-то другой кера 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 и что-то такое да 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 во всяком случае я пытался разобраться но я могу сейчас перепутать магазине всегда шукаем голень надо идти по гастроному я правильно совершенно смотрим что шок это икра ноги нога птицы бедро треугольник бедро птицы ножка куриная здесь много баранин баран на переводе вы посмотрите какая курочка какая у нее нога это же не курочка это топ-модель замечательный замечательный урок вышел вообще говоря ну что же радует привлекайте народ так правая голень а вы дочитали до конца правая потому что это баран чего буквально наполнение что называется милуим нам понимаете именно да то есть человек молодой вот как мы с натаном но отслуживший в израильской армии до периодически отвлекается от основной работы и призывается на военную службу чтобы навыки его не пропали в дуги я вам что-то покажу о это будет интересно чтобы чтобы восполнить нужное число бойцов армии вот я получил такую грамоту не за службу в храме не за службу храме а за то что я окончил милуим прослужив 10 лет вот написано то есть это по видимо какая-то дивизия бар а то есть как бы с почетом и вообще да и шаркох шаркох коляка вот вешай обратно на стенку да замечательно к сожалению я ничем подобным похвастаться не могу но зато я разбираю и собираю калашника закрытыми глазами я могу с тобой поделиться нет проблем прекрасно писать нет калашник калашниковыми поделиться у нас наверное калашниковые нет калашники то террористов у нас были только эти израильского производства поднять немножечко бросит не видно говорят да был про задан да что-то не очень так баран и милуим что в том случае милуим как перевод да там не баран который была воинской службе это не барана это как барана призвали в милуим это военный перевод как гиммель в хикар лейхем охад в халат лейхем шемен охад в ракик охад миссаль а масот ашер лихней ашам переводим да так в хикар лепешка кикар это слово кикар это значит буханка не от слова бухать а буханка хлеба и еще это слово означает площадь да почему потому что площадь обычно делали круглой то есть это не просто пересечение двух улиц да а это место куда стекаются улицы кикар круглая площадь и кикар круглая буханка кикар лейхем сильно подняли строка не видна чуть-чуть опустите разбирать да лепешка буханка хлеба одна и теперь видимо тоже какая-то форма хлеба халат лейхем халат да масляного одна да замешанного ракик да ракик это у нас был бисквит один из корзины мацот да мацот перед всевышним спасибо наталья странно что от вас я услышал эти мысли но за идею спасибо понятно да так так да все правильно спасибо спасибо кикар это лепешка в данном случае переводится да никакой кикар это буханка а лепешка тут вот не очень понятно то ли вот это вот халат лейхем это лепешка то ли мы можем использовать это слово для ракик что по сути то ли ладь то ли блин в общем кусок теста испеченный значит замешанный определенным образом так вместо буханки можно каравай еще сказать да можно каравай 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 как хочешь выбирай я да сам да и давайте наверное мы будем заканчивать потому что время уже вышло а мы не успеем все равно большая большая глава последний прочитаю сам так сам так а 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 теперь думаю, что вы сможете перевести там. Значит, и положил все на руку. Все на ладони. Ой, на ладонь Аарона. И все на ладонь сыновей его. На ладони сыновей его. Ну, взбухание его взмахивание. Взбухает, по-моему, кто-то. А взмахивание. Да. А взмахивание, да? И будут взмахивать. А, и будут взмахивать. Да. Взмахивание. Взмахивание. А, и ты будешь взмахивать. Взмахивание. А, и ты будешь взмахивать. Нафта, это обращение к Моисею, да. Это ты, да? И нафта, это ты будешь взмахивать. Да. Взмахивать. Взмахивание. А, корень тот же самый, туфа, да? Да, 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 тынуфа. Будет взмахивать знание перед Всевышним. А как это взмахивать, взмахивание перед Всевышним? Значит, кто это должен был делать? Значит, клали эти вещи на ладони Аарона и его сыновей Куанин. А Муше поддевал руки свои под их ладони, да, и приподнимал их вот так. Да? Вот это Аарон, а это Муше. Вот так. То есть, обращение это к Моисею, как и все в этой главе, да? Что он должен был сделать? Он должен был положить это на ладони Аарона и вот так вот их приподнимать и опускать. Ну, наверное, на этом мы закончим. Так. Так, еще раз, в нашей группе можно найти ссылки на первоисточник, то есть, откуда я взял текст и откуда я взял перевод с комментариями. Там не все комментарии, но основной комментарий раньше там есть и весьма интересный комментарий под названием «Сон Чино». Вот там могут быть ответы на некоторые ваши вопросы. Я не ставлю себе цель их озвучить во время занятий, да, но ссылку я, естественно, даю. Окей. Так, пожалуйста, вопросы ко мне. А вы сказали на ладонь, а вы показали, как будто под ладонью. Все-таки на ладонь или под? Это ладонь Аарона. Сверху на нее кладется все перечисленное. Дальше Моисей свою руку подкладывает под ладонь Аарона, да, и вот так вот приподнимает. А все перечислено? Это барашки, часть... Да, хлебные изделия и части, да, определенные части туш. Какие еще изделия вы сказали? Хлебные изделия. Хлебные изделия, точно, правильно. Спасибо. Хлебобулочные. Да, тоже хотел сказать. Хлебобулочные изделия, правильно, с прошлой жизни. Так оно и есть, да. Тов, благодарю вас. Так, всем спасибо. Потрясное занятие. Спасибо Владимиру, который внес интересные... Да, да, да. Большое. Всегда за интересные вопросы. Тов, поддерживаем. Да, 100%. Очень важно, что народ возбухает, тогда, как бы, происходят интересные занятия. Ну, хорошо, заканчиваем. Да. Да, здоровья, чтобы все были здоровы. Да, здоровья маме, послушайте. Маме, маме, да, маме здоровья. Я передам вам. Да, маме здоровья, обязательно. Спасибо, спасибо. Маму зовут Наташа, бат Муся. Вот, и я прошу Всевышнего дать ей сил и здоровья. Окей. Спасибо, всего доброго, счастливого. Пока. Я выхожу. Пока. Пока, пока. Всем здоровья, хороших новостей. Счастливо, пока. Счастливо, пока.